Кашмир лишают автономии. Индия и Пакистан стоят на грани новой войны. В ближайшее время может начаться очередная война между Индией и Пакистаном. Не исключено, что она будет еще более ожесточенной, чем прежние вооруженные конфликты. Ведь на кону стоит независимость Кашмира. Индия решила положить конец кашмирской независимости. Правительство Нарендры Моди, поддерживаемое индусскими националистами, приняло решение о ликвидации особого статуса Джамму и Кашмира. Президент Индии Рам Натх Кавинт подписал соответствующий указ, а министр внутренних дел Индии Амид Шах представил в парламент страны законопроект, предполагающий лишение штата особого статуса. Как утверждает Амид Шах, ситуация в Кашмире требует принятия определенных мер по реорганизации политического статуса этой территории. С инициативой пересмотра статуса Джамму и Кашмира выступила индийская националистическая Бхаратия Джаната партии, индийская народная партия, которая в настоящее время является правящей в Индии. Именно она безоговорочно поддержала решение власти отменить 370-ю статью Конституции Индии об автономии и особом статусе штата. Войдет ли Нарендра Моди в историю как премьер Индии, лишивший Кашмир автономии? В самом Кашмире Бхарата Джаната партии создала максимально удобную для принятия решения ситуацию. Вышла из правительства штата, после чего правительство перестало существовать. И сейчас Джамму и Кашмиром управляют федеральный центр через губернатора. Раньше для утверждения изменения статуса штата потребовалось бы согласие кашмирского правительства, но раз правительства нет, спрашивать ни у кого ситуация очень удобная для Нью-Дели. В соответствии с решением индийского правительства, Джамму и Кашмир должен потерять статус штата и стать союзной территорией. У союзной территории, согласно индийскому законодательству, меньше прав, чем у штата. Сейчас в состав Индии входит 29 штатов и 7 союзных территорий. Статус союзных территорий имеют национальный столичный округ Дели, Андаманские и Никабарские острова, Дадра и Нагархавели, Даман и Дюлакшадвип, Пудучери, Чандигарх. Теперь, согласно решению руководства страны, к этому списку должен присоединиться и штат Джамму и Кашмир. Наверное, самые проблемы индийский штат – ситуация, в котором не раз становилась причиной войн с соседним Пакистаном. В отличие от штатов, союзные территории не имеют губернаторов и управляются напрямую из федерального центра. Поэтому в индийском правительстве утверждают, что изменение статуса Джамму и Кашмира требует соображения безопасности. Якобы в союзной территории проще поддерживать общественный порядок и бороться с террористической активностью. Что интересно, индийские власти решили не только изменить статус Джамму и Кашмира, но и расчленить нынешнюю территорию штата из Джамму и Кашмира, выделять союзную территорию Ладакх. Причем у Ладакха своего парламента не будет, а Джамму и Кашмиру региональное собрание все же оставят. Естественно, что Нью-Дели понимают – кашмирское население воспримет нововведение без энтузиазма, поэтому штат спешно перебрасывает дополнительные силы полиции и подразделения индийской армии. В ночь на 5 августа были взяты под домашний арест Мехбуба Муфти и Амар Абдулла, влиятельные политики Кашмира мусульманского вероисповедания, позволившие себе критические высказывания в адрес инициативы правительства. Мобильную связь и интернет в штате отключили, а на его территорию прибыли 8000 военнослужащих сил безопасности из других индийских штатов. Так власти страны готовятся к возможному всплеску общественного недовольства. Вечный спор из-за Кашмира Решение индийского правительства уже вызвало очень жесткую реакцию со стороны Пакистана. В Исламабаде намереваются поднять вопросы лишения Джаммы Кашмира автономного статуса на международном суде ООН. Но и это лишь малое, на что способны пакистанские власти. Напомним, что расположенный на крайнем северо-западе Индии штат Джаммы Кашмир с самых первых лет существования независимых Индии и Пакистана является главным камнем преткновения между двумя государствами. Все дело в том, что и Нью-Дели, и Исламабад претендуют на спорные кашмировские территории. Для индусов горы Кашмира священы, а Пакистан рассматривает их как свою территорию, поскольку там проживает большое количество мусульман. С 1846 по 1947 годы в составе Британской Индии существовало Туземное княжество Джамму и Кашмир. Когда произошел раздел Британской Индии, то была достигнута договоренность о том, что Туземным княжествам предоставят возможность самостоятельно выбирать присоединяться к Индии или Пакистану, а в крайнем случае остаться независимыми странами. Махараджа Джамму и Кашмира Хайри Синг на фото, плохо относившийся как к Индийскому национальному конгрессу, так и к Мусульманской Лиге, решил не присоединяться ни к кому и сделать свое княжество независимым государством. Но мусульмане, составлявшие более 90% населения Джамму и Кашмира, мечтали войти в состав Пакистана, так как правившая в Джамму и Кашмире династия была индусской и всячески притесняла мусульман. В княжестве началось вооруженное восстание, и Махараджи Харисинху уже не оставалось иного выхода, кроме как обратиться за помощью к Индийскому союзу. Ведь просить о помощи в подавлении мусульманского восстания Пакистан было бы крайне странным решением. Индийские власти в ответ потребовали от Махараджи признать Джамму и Кашмир частью Индии, что Харисинг и сделал. Так началась первая индо-пакистанская война, приведшая к разделу Кашмира. В настоящее время Индия контролирует 60% территорий бывшего княжества Джамму и Кашмира. Именно на ней создан штат Джамму и Кашмир. Под контролем Пакистана находятся 30% территорий бывшего княжества, на которых образованы провинции Гилгид-Балтистан, ранее северной территории, и временно независимый Азад-Кашмир, свободный Кашмир. Еще 10% территории Джамму и Кашмира, регион Аксайчин, имеющий стратегическую важность, так как через него проходит дорога из Тибета в Синдзян, находится с 1962 года под контролем Китая. Более 70 лет Индия и Пакистан спорят из-за северных районов Джамму и Кашмира. Мусульмане составляют большинство населения в штате, причем если в целом в Джамму и Кашмире проживает 67% мусульман, то в Кашмирской долине мусульмане составляют абсолютное большинство, 97% населения. Кроме того, в состав штата входят и регионы с другим населением. В Джамму 65% населения индуисты, а мусульман только 31%. В Ладакхе 46% буддисты. Особый статус Джамму и Кашмира предполагает, что ни один федеральный закон Индии не действует в штате без одобрения его региональным парламентом. При этом граждане Индии, проживающие в других штатах, не имеют права покупать в Джамму и Кашмире землю и недвижимость. Так, штат защищает себя от экспансии индуистского населения, поскольку в противном случае индийскому правительству ничего бы не стоило организовать массовое переселение индуистов в Джамму и Кашмир и добиться численного превосходства последних над мусульманами. Этноконфессиональные разногласия в Джамму и Кашмире являются одной из главных причин активизации в регионе экстремистских группировок, использующих террористические методы борьбы. Кашмирские радикалы базируются в контролируемом Пакистаном Азад-Кашмире и пользуются полной поддержкой со стороны пакистанских спецслужб. Поэтому индийские власти практически после каждого теракта и обвиняют Исламабад в причастности к финансированию и вооружению террористических группировок. В Пакистане эти обвинения, разумеется, отвергают и утверждают, что кашмирские мусульмане борются за свои права и интересы собственными силами. Но и так понятно, что без поддержки сильного соседнего государства радикалам Кашмира не удалось бы просуществовать столь длительное время и противостоять индийским властям. С другой стороны, именно террористическая активность и стала одной из главных причин, по которым в Нью-Дели решили ограничить автономию Джаму и Кашмира и лишить эту территорию статуса штата. Начнет ли Пакистан войну? Для кашмирского населения, исповедующего ислам, наличие в Индийской Конституции статьи об автономном статусе штата было единственным объяснением нахождения территории в составе Индии. Теперь мусульмане фактически лишились своей автономии. У них остается единственная надежда – заступничество Пакистана, на которое в Кашмире всегда смотрели, как на основного защитника прав индийских мусульман. Мехбуба Муфти, прежде возглавлявшая правительство штата, прямо подчеркивает, что после пересмотра статуса штата в Джаму и Кашмире может начаться вооруженное движение против федерального правительства. Пока Исламабад ограничивается критическими заявлениями, но можно не сомневаться, что последствия решения индийских властей будут весьма серьезными. Можно прогнозировать, во-первых, рост актов насилия на территории Джаму и Кашмира. Как это часто бывает в Южной Азии, агрессия будет направлена против представителей индусского меньшинства – паломников-индуистов, посещающих расположенные в Кашмире священные места, а также против иностранных туристов. Можно ожидать как массовые беспорядки, так и террористические акты. Во-вторых, активизируют свою деятельность радикальные группировки, действующие с территории Азад-Кашмира. В Азад-Кашмире базируются тысячи боевиков, точную их численность назвать не может никто. Решение власти Индии способно привлечь в ряды радикалов определенную часть кашмирской мусульманской молодежи. Кстати, кашмирские боевики все активнее используют теракты, совершенные с помощью смертников, причем главными объектами выступают как военнослужащие и полицейские Индии, так и паломники. В-третьих, не исключен рост столкновений на индийско-пакистанской границе. Риск войны с Пакистаном заставляет Индию держать в штате Джаму и Кашмир более 300 тысяч военнослужащих. Здесь дислоцируется практически треть личного состава сухопутных войск Индии. Но многочисленный военный контингент не является стопроцентной гарантией от боевых действий. Пакистан также держит на индийской границе основную часть своей сухопутной армии. 27 февраля 2019 года уже имел место вооруженный конфликт на границе, в ходе которого произошли не только перестрелки между сухопутными подразделениями, но и воздушные бои между самолетами ВВС Индии и ВВС Пакистана. 30 июля 2019 года в секторах Сундербани, Тангдхар и Керан пакистанские военные нарушили режим прекращения огня. В ходе перестрелки погиб один индийский и два пакистанских военных. Риски конфликта для мировой обстановки Конечно, на первый взгляд проблема Джаму и Кашмира очень далека от России и многим гражданам непонятно. Но стоит напомнить, что и Индия и Пакистан являются, внимание, ядерными державами и полноценная война между странами может привести к самым непредсказуемым последствиям. Но и если никто не применит оружие массового поражения, даже обычный военный конфликт способен серьезно изменить обстановку в регионе. Пострадают не только жители Джаму и Кашмира. Конфликт отразится на ситуации в Южной и Центральной Азии в целом. Могут быть затронуты и республики бывшей Советской Средней Азии. Также стоит отметить, что России сейчас невыгодно поддерживать ни одну из сторон конфликта, как, кстати, и Соединенным Штатам. Если говорить об Индии, то российско-индийские отношения еще с советских времен складывались весьма неплохо. Сегодня Индия один из крупнейших покупателей российского вооружения, которым, кстати, успешно бьет пакистанских противников. Но и с Пакистаном, после многих десятилетий напряженных отношений, Россия также сотрудничает весьма активно, тем более, что Пакистан – союзник Китая. Аналогичным образом и США, главный военно-политический партнер Пакистана, в последние годы дружат с Нью-Дели не меньше, если не больше, чем с Исламабадом. Оптимальный выход – переговоры между двумя южноазиатскими державами при посредничестве трех великих стран – Россия, Китая и США. Тем более, что каждая из этих стран имеет свои интересы в регионе и заинтересована в предотвращении новой индо-пакистанской войны. Илья Аполлонский специально для военного обозрения. Кашмир лишают автономии. Индия и Пакистан стоят на грани новой войны. Продолжение следует...